Приказчиковы подошвы Был в полевой приказчик Северьян Кондратьевич. Ох и лютой, ох и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак, собак, зверь. В заводском деле он слышка вовсе не мароковал, А только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, До всего решился, а все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, Да ищи которых из чужого владения, Ну, огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело северьяные присудили в Сибирь, Либо на здешние заводы. А Турчениновым владельцам такого убойцу подавай, Сразу назначили северьяна в полевую. Сократи, сделай, милость, тамошний народ. Ежели убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет, Лишь бы народ потише стал, А то он вон что вытворять придумал. А в полевой перед этим старого-то приказчика На калену болванку посадили, Да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то, Только виноватого не нашли. Никто его не садил, сам сел, угорел, Может, либо затмение на него нашло. Хватились поднять его с болванки, А уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля Божья, Чтоб ему сзаду смерть принять. По этому случаю владельцам заводским И понадобилось рыкало-зыкало, Чтобы народ испужать. Вот и стал в бойце северьян Нашим заводским приказчиком. Он, слышь, смелый был, А все-таки понимал, Завод не деревня, Больше опаски требует. Народ, видишь, завсегда кучкой, Место тесное, да еще огня, Всякие с орудий какой-нибудь Клещами двинуть может, Молотком садануть, Сгибнем, либо полосой брякнуть, А то и плакой, ахнуть. Очень даже просто. Могут и в волок, Либо в печь головой сунуть. Угорел где? Подошел близко, его и стянуло. Поджарили же того приказчика. Северьяны набрал себе обережных. Ах, откуда только выкопал Один другого могутнее, да чайнее. И все народишко, Откать последнее, Братцы-хватцы Из шатальной волости. С этой оравой И ходил по заводу. Впереди сам идет В руке плетка в два перста толщиной, С подвитым кончиком, В кармане пистолет На четыре ствола заряженный, Пистончики надеты, Только из кармана выдернуть. За северьяном шайка идет, Кто с палкой, Кто с саблей, А кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой Средицы. Первым делом Уставщика спрашивает, Кто худоробит. Тот уж знает, Что ладно про всех сказать нельзя, Сам под плетку попадешь, Потаковщик где. Вот и начинает Уставщик вины выискивать, На ком по делу, На ком по насердке, А на ком и вовсе зря, Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, Приказчик и примет салютовать. Сам слышк бил, Хлебом его не корми, Любил над человеком погалиться, Такой уж характер имел, Убойца одним словом. В медную гору Сперва все-таки не спущался, Без привычки-то Под землей страшно, Хоть кому доведись, Главная причина — Потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, Ту же блендочку дадут. Разбери, горит она, А летак только вид дает, Ну и мокрить тоже. И народ в горе вовсе потерянный, Такому что жить, Что умирать, Все едино, Безнадежный народ, Самый для начальства беспокойный. И про то северьян слыхал, Что у медной горы Своя хозяйка есть, Не любит, будто она, Как под землей Над человеком измываются. Вот северьян и побаивался. Потом насмелился, Со всей своей шайкой В гору спустился. С той поры пошло, Ровно еще злости В северьяне прибавился. Раньше руднишных Драли завсегда наверху, А теперь нову моду придумали. Приказчик плетью И чем попало Прямо в забои народ бьет. Да каждый день в гору повадился, И распорядок у него один. Как бы побольше людям худо сделать? Который день Много народу и забьет, В тот и веселее. Расправит усы свои, Да и хрипит Руднишному смотрителю. Ну-ка, старый хрэйч, Приготовь к подъему, Пообедать пора, Намахался. С недели он так Хозяевал в горе. Потом случай вышел. Только сказал Руднишному смотрителю, Готовь к подъему. Вдруг голос, Да так звонко, Будто где-то совсем близко, Глядя и северьянка, Как бы подошвы Деткам своим Напомин не оставить. Преказчик спохватился, Кто сказал, Повернулся на голос, Да и повалился, Чуть ноги не переломал, Они у него, Как прибитые стали, Едва от земли оторвал, А голос женский. Сумление тут Преказчика и взяло, А все-таки виду не оказывает, Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, А, видать, приуныло. Эти сразу сметили, Сама погрозилась. Вот, ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленьк Руднишный, Только ненадолго. Преказчику и ж стыдно. Вдруг рабочие тот голос слышали, Да теперь и посмеиваются про себя. Струсил здесь северьян, А это ему хуже ножа. Как он завсегда похвалялся, Никого не боюсь. Приходит он в прокатную, А там кричат, Эй, подошвы береги! Это у них присловие такое. Упредить, значит, кто зазевался, А приказчик свое думает, Надо мной смеются. Шибко его тем словом уколола. Не стал и человека искать, Который про подошвы кричал, Даже никого на тот раз не избил, А стал по середке прокатный. Да и говорит своей Тараве, Что-то мы давненько в горе не были, Надо там за порядком доглядеть. Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, Как еще не бывало. Походя все хлопит, Все ему показать-то охота, Что никого не боится. И вот опять тот же голос. Другой раз, северьянка, Тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков, Подошвы им только оставишь. Приказчик на голос повернулся И повалился, как в тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, они чуть не на вершок В породу вдавились. Хоть-ка елкой отбивай. Вырвал все ж таки, Только споги спереду оскалились, Подошвы отстали. Приди их приказчик. А как наверх поднялись? Опять осмелел. Спрашивает своих-то, Слыхали что в шахте? Те говорят, слыхали. Видели, как ноги у меня прилепли? Видели, отвечают. Как думаете, что это? Ну, те мнутся, понятно. Потом один выискался и говорит, Не иначе это. Медной горы хозяйка тебе знак подает, Грозится вроде, а чем, непонятно. Так вот, говорит Северьян, Слушайте, что я скажу. Завтра, как свет в гору, приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать, Да бабенку в горе прятать. Все, что ли, не забоя облазаю? А бабенку-то поймаю, И вот этой плеткой с пяти раз Дох из нее вышиву. Слышали? И дома перед женой Этак же похваляется. Та женским делом в слезы. Ох, да, поберегся бы ты, Северьянушка, Хоть бы папа позвал, Чтоб он тебя оградил. И верно. Папа позвали. Тот попел, почитал, Образок Северьяну на шею повесил, Пистолет водичкой покрапил, Да и говорит. Не беспокойтесь, Северьян Кондратич, А в случае чего читай, да воскреснет Бог. На другой день на свету Вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели все. Один приказчик гоголем похаживает, Грудь выставил, плечи поднял и глядит. Сапоги на нем навешенькие, Как зеркало блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает И говорит, еще раз оборву подошвы, Так покажу руднишному смотрителю, Как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе сложит, Спущу ему шкуру, А вы первым делом старайтесь Бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, Тому пятьдесят рублей награда. Спустились, значит, в гору, И давай везде шнырять. Приказчик, как обкновенно впереди, А Рава за ним. Ну, в штольнях-то узко, Они цепочкой и растянулись, Один за другим. Вдруг приказчик видит, Впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, Блендочкой помахивает. На повороте видно стало, Что женщина. Приказчик заорал, Стой! А она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, А его верные слуги Не шибко торопятся. Дрожь на их нашла, Потом увидит, Неладно дело, Сама это. А назад податься тоже не смеют, Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, А догнать не может. Лается, конечно, всяко, А грозится, Она и не оглянется. Народу в той штольне Ни души. Вдруг женщина повернулась, И сразу светло стало. Видит приказчик, Перед ним девица, Красоты неописанной, А брови у ней сошлись, И глаза как уголья. Ну, говорит, Давай разочтемся, убойца, Я тебя упреждала, Перестань. А ты что, похвалялся меня Плеткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь? А Северьян в горячах кричит, Хуже сделаю. Эй, Ванька, Ефимка, Хватай девку, Волоки отсюда стерву. Это он своим-то слугам, Думает, тут они близко, А сам чует, Ноги у него опять к земле прилипли. Уж не своим голосом закричал, А девица ему и говорит, Ты глотку-то не надрывай, Твоим слугам тут ходу нет, Их и в живых сейчас многих не будет. И легонько это рукой помахало, Как обвал сзади послышался, И воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, А за ним стена, Ровно никакой штольни и не было. Теперь что скажешь? Спрашивает опять хозяйка, А приказчик, Он шибко ожесточенный был, Да и попом обнадеженный, Выхватил свой пистолет. Вот что скажу, И хлоп из одного ствола В хозяйку-то. Та пульку рукой поймала, В коленка приказчику бросила, И тихонько молвила, До этого места нет его, Как приказ отдала. И сейчас же приказчик По самые колена зеленью оброс, Ну, тут он, понятно, завыгил. Матушка, голубушка, Прости и сделай милость, Внукам-правнукам закажу, От места откажусь, Отпусти душу на покаянии, А сам ревет, Слезами уливается, Хозяйка даже плюнула. Эх ты, говорит, Погонь, пустая порода, И умереть не умеешь, Смотреть на тебя с души воротит. Повела рукой, И приказчик По самую маковку Зеленью зарос, Как глыба большая На его месте стала. Хозяйка подошла, Чуть задела рукой, Глыбой свалилась, А хозяйка как растаяла. А в горе переполох, Ну как же, Что ль не обвалилась, А туда приказчик Со всей свитой ушел, Не шутка дело, Народ согнали И откапывать стали, Наверху суматоха Тоже поднялась, Барину в сысерить Нарочного послали, Горное начальство Из города На другой день Прикатило. Дня через два Отрыли Приказчиковых-то слуг, И вот дива, Которые хуже-то всех были, Те все мертвые, А кои хоть маленько Стыд имели, Те только изувечены. Всех нашли, Только приказчика нету. Потом уж докопались До какого-то Неведомого забоя, Глядят, А на середине Глыба-малахиту Отворочена лежит. Стали оглядывать ее И видят, С одного-то конца Она шлифована. Что думают за чудо? Кому тут малахи шлифовать? Стали хорошенько Разглядывать. Да и увидели Посредине шлифованного места Две подошвы сапожные, Навехоньки подошв кита, Все гвоздики на них видно В три ряда. Довели об этом До барина, А тот уж старик тогда был, В шахту давно не спускался, А поглядеть охота. Велел вытаскивать Глыбу, как есть. Сколько тут битвы было. Подняли все ж таки. Старый барин, Как увидел подошвы, Так в слезы ударился. Вот какой у меня Верный слуга был. Потом и говорит, Надо это тело Из камня вызволить И с честью похоронить. Послали ща ж на мрамор За самым хорошим камнерезом. И там тогда Кастоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает, Можешь ты тело из камня Вызволить, И чтоб тело не испортить. Мастер оглядел Глыбу И говорит, А кому обой будет? Это, говорит барин, Уж в твою пользу. И за работу заплачу, Не поскуплюсь. Что ж, говорит, Постараться можно. Главное дело, Материал шибко хороший. Редко такое увидишь. Одно горе Дело наше Мешкотно. Если сразу до тела Обивать, Дух, я думаю, Смрадный пойдет. Сперва, видно, Надо оболванить. А это Малахиту потеря. Барин даже Огневался на эти слова. Не Малахите, Говорит, Домой, А как тело Моего верного Слуги Без пороку добыть. Это, отвечает мастер, Кому как. Он, вишь, Вольной Кастоусов-то был. Но и разговор у него такой. Стал Кастоусов Мертвека добывать. Оболванил сперва, Малахит Домой увез. Потом стал До тела Добираться. И ведь что? Где тело Либо одежа были, Там все Пустая порода. А кругом Малахит Первосортный. Барин Все-таки Эту пустую Породу Велел похоронить Как человека. А мастер Кастоусов Жалел. Кабы Знатье, Говорит, Так надо бы Глыбу Сразу Нараспил Пустить. Сколько Добра Сгибло Из-за Приказчика. От него Вишь, Что осталось? Одни Подошвы. Добра Брly Выдох Меня О Глыб У French Бу rose